Музыка Всем привет! Сегодняшний ролик о таком традиционном казачьем оружии, как нагайка. В данном случае я вам показываю кубанский вариант, кубанская нагайка. Это гибкое оружие, которое когда-то первоначально было палкой, к которой прикреплена цепь и на конце цепи набалдажник. В нашем случае здесь есть плотная основа, во всяком случае в рукоятке. Вот 2,5 килограмма диск. Понимаете? Внутри могут быть слои кожи, внутри может быть какой-нибудь на данном современном этапе трос какой-нибудь. Ну или что-то, какие-то вариации, да? И сверху все это оплетено сыромятной кожей. Сыромятная кожа это, конечно, обязательная часть. Все, что оплетается обувной, одежной всевозможной кожей, это все очень быстро выходит из строя. Почему у людей бывает интерес к нагайке? Это, как некоторые считают, альтернатива травматического оружия. То есть вы стреляете до тех пор, пока у вас, как говорится, рука бойца колоть не устанет. В чем особенность этого оружия? Нужно сразу понять, что если такая вещь, как палка, может быть эффективна даже на медленной скорости, потому что у нее есть такое свойство, как жесткость, да? Вы можете их надавить, толкнуть, сделать короткий удар. То такое оружие, как нагайка, как любое, собственно, гибкое оружие, работает только имея скорость. Если вы будете пытаться что-то делать, такие вот подносы цветов любимой девочки, ну, соответственно, за хвост возьмут, дернут и все. А взявшись за хвост и рукояткой, так можно въехать, что мало не покажется. Мы уже стучали, да? Понимаем, что к чему. Вот, поэтому отчасти любители, так сказать, традиций, историй, в качестве самообразования, ну, и в качестве имения чего-то под рукой такого интересного, своеобразного, эффективного и практического, вот, покупают себе нагайки. Я вам показываю классическое держание, удержание, да? Вот указательный палец, как, собственно, на пистолете, да? Находится, да? На спусковом крючке. То есть, если вам что-то надо будет, вы палец распрямляете просто-напросто, легко удерживаете ее после этого движения обратно, и дальше на гайках машется во все стороны и так далее, и так далее. Сразу скажу, некая тренировка для того, чтобы работать на гайке, нужна. Для этого нужна практика и понимание, чего и куда вы будете махать. Первое. Если вдруг вы делаете обычное движение и отпускаете руку, то там на излете вы точно так же получите, да? Чем хорошо гибкое оружие? Встречая сопротивление какое-то, оно поворачивается вокруг этого сопротивления, и если там потом находится какую-то опору, то на болтажнике не прилетает, да? Если представить, что боковая часть груши – это рука, а задняя часть груши – это голова, то, пожалуйста, вы бьете, и все прилетает сзади. Это просто как особенность, да? Но, если вы будете вот так вот подавать среды любимой палочки, то, соответственно, тот удар можно будет потерпеть, а вы получите, что? Захват со стороны противника, и дальше начнется борьба за оружие. Это ни к чему. На нагайке, соответственно, есть и тренчик. Вот такой вот у нее набалдажник, видите? Он сшитый, зашитый. Вот толщину кожи вот здесь тоже можно будет вот так вот посмотреть, видите? Все довольно толсто, все сурово, все интересно. Одели, провернули так, чтобы плотно было, да, и чтобы она никуда не девалась, да, у вас из руки, и пошли по темному переволку, да? Есть элементы, стоит потренироваться, да? Помните, когда-то там, ну, чаки вот так таскались. Тоже залез, руку распрямил, и сразу можно легко отдать ее. Теперь, насколько это все быстро, своеобразно может летать? Итак, палец на спусковой крючок. Становитесь. При тренировке вы будете понимать, что определенная дистанция, задержание вам дает возможность сразу атаковать товарища в пах. Причем, к сожалению, никто не согласился испытывать на себе удары на гайке, да? Я бы мог вам сказать, что вот товарищи, мы надеваем ракушку, и теперь просто бьем в пах. В пах попало рядом с пахом. Вы, конечно, не добьетесь, возможно, какого-то эффекта, чтобы противник отказался от своих намерений. Но вы можете поймать реакцию и сразу же атаковать. Насколько это быстро может быть, вы сами понимаете, да? Раз, два, и еще раз. Раз, два, и еще раз. Бьет это довольно быстро. Снизу ноги, 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 ноги. Если вы говорите, в голову нельзя, то руки, руки. Бочина, очень хорошо прорывая. Нет, напугали, сбили, ударили в голову. Дальше нужно двигаться, перемещаться. Сбили ноги, атаковать, ударили. Крохот хороший. Прилетает сильно. Ну и хорошая тренировка для тела. Можно на себе попробовать. Очень болезненно. На майку терпежа никакого. Естественно, видеоролик не передает тех возможных ощущений, которые испытывает человек, получая в разные части тела. Конечно, если одеть кого-то в двойной ватник и так далее, то потерпеть все можно. Нельзя потерпеть только голову, да? Куда бы ни прилетело, ощущение будет более чем неприятное. Результаты более чем страшные. Там и рассечения бывают, и башка вот такая может стать. И синяки длиной по 20 и более сантиметров, которые имеют свойство в свой пик дважды приходить. Сначала, когда все прилетело, а потом после паузы, когда организм, так сказать, занялся, кровь начала протекать и все остальное. Ну и вторая особенность. Вспомните, если эффективность оружия на дистанции, нужно иметь отлично подготовленные ноги, способность эту дистанцию удерживать, двигаться, ну то есть понимать особенности оружия. На семинарах такие вещи можно отработать. На семинарах частично с использованием некой теплой одежды и так далее. Все тренировки проходят на бутылках, наполненных водой. Пока что все отзывы только положительные. Живучесть высокая. Итак, традиционное оружие в последнее время своего существования и быта, скажем так, полицейского назначения, ну собственно подходит и для самозащиты в определенных ситуациях. Всем пока! Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу.